Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Я сейчас только что смонтировала вам влог, который я сняла перед этим, который я снимала несколько дней. И скоро вы его уже увидите. А сейчас я буду готовить, кушать. Что я сегодня собираюсь готовить? Сегодня я решила сделать рыбный день. Я достала из морозилки хек. Хек замороженная рыба вот такая. Вот. Но дочка хек любит, поэтому я покупала хек. Я сделаю на пару в мультиварке. Мы решили так, диетическое сделать. Ну и просто сварю картошечку, пюре, наверное, сделаю и всё. Ну вот моя рыбка готова на пару. Я уже положила пюрешечку, положила рыбку и нарезала салат, помидорчики, огурчики, индийская, со сметанкой, с зеленью. В общем, будем кушать сейчас. Всем доброе утро! Наступил следующий день, сегодня вторник. Я проснулась уже рано, посмотрела новости и узнала, что у нас в Ростовской области ввели тоже с 31 числа изоляцию всех. Ну, как в Москве, короче, тоже. Всё закрыли, кроме продуктовых магазинов. Дальше 100 метров от дома не выходить. В общем, сидеть дома. Ну, а мы и сидим, что мы делаем. Ну и надо же себя как-то чем-то отвлекать, развлекать, да? Вот уже мои тоже проснулись, отвлекаются, развлекаются, телевизор смотрят. Вот, а я решила сегодня сварить супчик, супчик какой, с фрикадельками супчик хочу сварить. У меня есть фарш, я его поставила на ночь размораживаться. И, в общем, на плите сегодня супчик с фрикадельками хочу сварить. И немножечко риса туда добавить. Такой лёгкий супчик. Надеюсь, блинечке должен понравиться. Ну вот, смотрите, я поставила картошечку, включила сейчас с водичкой. Зажарку делать буду лук с морковочкой на растительном масле. Тут вот уже заморочилась, фрикадельки накрутила. Такие маленькие. Обычно я спешу, всегда их побольше делаю. А сейчас вот времени полно, маленькие накрутила. Но это фарш мой собственный. Это свинина с говядиной, с лучком. Подсолила чуть-чуть и всё. Ну, дальше я приготовила немножечко риса. Я промыла рис, примерно полстаканчика. И зелень с ларовым листом. И немножко болгарского перца. Всё, больше я туда, больше класть ничего не буду. Ну вот, водичка закипела. У нас картошечка закипела. Зажарочка уже готова. Я туда болгарский перец уже в конце ещё кинула, чтобы он тоже немножечко так, чуть-чуть, ну, не поджарился. Он, можно сказать, прогрелся, что ли. И сейчас я зажарку закину уже в картошечку. И туда сразу же отправлю рис. Когда всё это закипит, тогда отправлю туда фрикадельки. И всё это будет вариться минут 15-20. За это время всё сварится, всё будет готово. И до окончания, до конца, за три минуты, я заброшу туда уже зелень. И посолить можно уже в любое время, в принципе. Девочки, чтобы бульон был прозрачным, нужно кастрюлю не накрывать крышкой, во-первых. И второе, чтобы медленное кипение было, но не сильно бурлило. Тогда у вас будет бульончик прозрачный. Ну и понятно, что от поджаренного лука становится золотистым бульончик. Морковка и лук, зажарочка, делает бульончик золотистым. Вот. Но у меня уже, видите, фрикадельки всплыли. Сейчас они поварятся ещё 15 минут. И потом я попробую фрикаделька и рис, чтобы были готовы. Ну, картошка, она, разумеется, сварится. Ну, когда уже будет всё это готово, в принципе, зелень покипит ещё 3 минуты. Надо, чтобы она перекипела чуть-чуть. Но долго не кипела, чтобы витамины не испарились. И всё. Ну вот и всё. Рис уже готов. Всё готово. Я только что отправила сюда зелень. И сейчас 3 минуты покипит. И через 3 минуты я выключу супчик. Девочки, ещё для йогурта у меня есть вот такая закваска. Она продавалась в упаковке по 4 штучки. И каждый такой пакетик, из него можно сделать от 1 до 3 литров йогурта. Это как раз закваска для йогурта. Но вот тот рецепт, который с простоквашей, тот рецепт я взяла из книжечки, которая была на мультиварке. Тот йогурт вполне себе получился. Но из закваски я тоже уже йогурт делала. Естественно, я делала его уже много раз. Следующий раз я хочу сделать вот из этой закваски. У меня, к сожалению, один пакетик этой закваски. Поэтому я сделаю из неё один раз. Ну, сделаю. Посмотрите, что получится. Сегодня я решила в мультиварке сделать 2 литра йогурта из вот этой вот закваски. Значит, закваска здесь написана с обратной стороны, как её использовать. Можно сделать от 1 до 3 литров. Я делать буду 2 литра. Ну, 1 литр у меня 3,2%, другой 2,5%. Можно, в принципе, 2,5%. Если вы берёте в тетропаках молоко, то можно его не кипятить. Если молоко другое, то нужно прокипятить. И чтобы у него была температура 37-40 градусов, но не выше. И потом уже мы высыпаем закваску. Но комнатная температура тоже подходит, потому что я уже пробовала в комнатной температуре. И сейчас я опять делаю это всё в комнатной температуре. Поэтому закваску я сюда высыпаю всю. Хорошенечко перемешиваю. И ставлю режим йогурт на 8 часов. Вечером будет йогурт у меня уже готов. Хорошенько всё перемешать. И закрыть крышкой. Девочки, я решила немножечко полежать, чуть-чуть, минут 15. Думаю, что зря лежать. Надо масочку сделать. Надо намазать масочку. Белая глина, это гарнир я намазала. Такое, 3 в 1, которое средство я вам показывала ещё. Пусть будет чуть-чуть масочка на лице побудет. Засохнет, я её умою потом и поскрабирую заодно сразу. Очистим лицо, гличико. Ну всё, мой йогурт уже закончился. 8 часов прошло. Я выключаю режимчик. И посмотрим, какой йогурт у меня получился на этот раз. Уже с закваской йогуртной. Это уже второй вариант. Вот. Вот такой йогурт получился. Но пахнет он, как и в прошлый йогурт. Ну, в принципе, не знаю на вкус. Я, в принципе, же такое делала. Ну, видно, да, какой он. Ложка вот так вот раз отколупывается. Ну всё, я крышку открыла. Сейчас он остынет. И я его с вареничком поем. И с печенечком поем. Ну что, сегодняшний день подошёл к концу. В общем-то, йогурт сделала, суп сделала. И что сделала? Больше ничего не сделала. Ну, искупалась, постиралась. Вообще, честно говоря, один день на другой похожи. Ничего так особо нового не делаем. Никуда не ходим. К нам никто не ходит. Смотрим сериал. Сегодня мы уже просмотрели вот сейчас двенадцатую серию. Ну, мы так посмотрим одну-две серии. Потом что-то поделаем. Раз. Потом включим ещё там одну-две серии. Посмотрим. Ну, а что ещё делать? Вот самое прекрасное – это коротать время под каким-то классным сериалом. Ну, а сейчас уже вечер. Сейчас, собственно говоря, Денечку спать положим. Ну, я не знаю, что-то ещё посмотрим. И тоже будем укладываться уже скоро, отдыхать. Я, наверное, уже сегодня не включусь. Наверное, включусь завтра. Но если что-нибудь будет интересное, я, конечно, обязательно включусь. Вот такой вот десертик на ужин я сделала. Что у нас тут? Яблоко с бананом. Есть и творожок, и йогурт, который я приготовила. И ложечка клубнички вот этой диетической, которая у дочки есть. А у неё то же самое, только она ещё посыпала. Как называется? Ну, вот то, что она сыпет вот это вот всё время, тёмненькое. Я себе не захотела это. Мне вот так. Мне вот так. Фруктовый десертик с творожком и с йогуртом. Вкуснятина. Я люблю такое. Делала уже не раз. Вообще очень вкусно. Девочки, ну вот я вышла на свет божий. Я вышла вынести мусор, подышать немножко воздухом. Ну, и мы решили съездить за продуктами. Так что чуть-чуть подышим. Ну, мы с Денечкой будем в машине сидеть, а дочка там сама будет выходить из магазина. Ну, мы, по крайней мере, подышим. Здесь вот пока вокруг никого нет, можно масочку снять и дышать воздухом. Ну, я её делала для того, чтобы в подъезде, если с кем-то столкнуться, чтобы не было никакого там контакта. А так-то в машине я буду сидеть, никуда не выходить. И потом опять, когда в подъезд будем заходить, опять я её одену. Так что вот так вот. Ну, вот уже деревья расцветают, цветочки, да? Уже весна на улице. А у нас тут карантин. Ну, вообще вот прям... Я не выходила из дома вообще сколько? Две недели не выходила, да? В общем, погодка хорошенькая. Прямо деревья беленькие уже, цветочки на деревьях. Весна шагает, да, по городу. Но машин меньше, да? Вот в будние дни обычно машин больше. Но всё равно ещё ездят люди куда-то. А так вот человеков вообще, вот пешеходных людей немного, я смотрю, попадается. Только на машинах передвигаются в основном. На машине, кстати, нормально вот так выйти на прогулку. Никто тебя ничего трогает. Всё сама обработала. И кайфы. Гуляй, дыши свежим воздухом. Смотри на мир. Мне кажется, на машине должно быть можно передвигаться. Просто нужна сознательность для того, чтобы и маску одеть, пока ты выходишь из дома. Лифт, кнопки, другие люди. В любом случае ты с кем-то встречаешься и нужно здесь аккуратно и маски, и дезинфекции, и пшигов. Тогда, мне кажется, можно на машине. Ну, вот детские площадки пустые. Люди не гуляют во дворах. Так не видно никого. На остановках нет людей. Вот остановка пустая. Ну, вообще, транспорт, по-моему, снизили, да? Количество транспорта общественного. Сейчас люди смогут только, там, с каким-то интервалом 30 минут, что ли. Это только люди, если на работу не будут. Так, ну, вот еще один двор. Проезжаем тоже пустой. Ни одного человека не вижу. На качелях никто не качается. Не гуляет. Вот так, все пусто. Людей нет. Одинокий прохожий, прохожая. Дыня, ты маску одел? Зачем? Мы сидим с Дынечкой с открытыми окнами, пока мама вышла из машины. А мы сидим с открытыми окнами, вот таким вот образом дышим воздухом. Вот, мы не выходим с машины. Да, Дынюлька, масочку сними, зайка. Опусти масочку вниз, дыши воздухом. Что, понравилось тебе в масочке ходить? Вот бабушка опустила, смотри, видишь, опустила бабушка. Опускай масочку. Опускай. Им понравились маски. Ну, что, мама придет сейчас, разберется. Ну, хоть так вышли из дома, это лучше, чем вообще не выходить. Так хоть в машине можно посидеть и подышать, окошко открыть и немножко подышать. Ну, может, где-нибудь еще пройдемся ножками, там, где вообще людей рядом, поблизости не будет. Вот так вот. Вот так. Хоть так. Ну, что, мы уже в районе Сельмаш находимся, и людей на улице мало. Проехали сейчас проходной у Русельмаша. Я видела, там машины стоят, но людей, человеков пешеходных не было. Человеков. Человеков пешеходных не было. И тут у нас обычно оживленная улица. Здесь вообще народу обычно. Здесь обычно люди снуют туда-сюда, и народу на улицу не видно. Вот только машины ездят. Ну, мы на светофоре сейчас приостановились. Сейчас посмотрим, где. Вот эта остановка обычно у нас большая. Ну, стоит одна женщина такая непонятная. А, ну вот, смотри. И все друг от друга далеко. Да, и, в общем-то, ну, не все в масках, я вижу. Но людей очень мало. В общем, сознательный народ сидит дома. Это хорошо. Кстати, вот пока меня на улице не было, я смотрю, у нас уже листочки на деревьях. Зелень, травка. Как-то вот уже изменилось. Да, мы когда выйдем на улицу в следующий раз. Мы не узнаем, да. Лето закончится, и уже снова снег. Лето закончится, и мы не узнаем вообще. Что оно было? Не, ну, лето не закончится, но весна уже будет. Вот, я смотрю, что уже вот деревья зеленеют, все зеленеет. И еще через неделю выйдем, вообще не узнаем улицу. Смотрите, никого, ничего нету. Это дворец культуры Ростельмаша. Тоже ни одного человека не видно. Вот, едем по кругу кольцевую. Ну вот, на остановке раз, два, три, пять, шесть человек стоят. Ну, может быть, люди едут, кто-то на работу. Так, вот идет мужчина с пивом и без маски идет. Ну, вообще-то на улице, мам, маску можно не носить. От кого? А, ну да, ну девушка с ним идет на расстоянии в маске. Я снимаю маску на улице, когда выхожу, я снимаю маску. Когда я захожу куда-то и вижу там люди, я одеваю маску. Ну, если рядом, прям совсем близко со мной народ, то можно одеть. А так просто ты один идешь на фигангу. От кого защита? От самого себя? Ну, не знаю. Говорят, что она вообще, как бы, ничего не делает. Мне кажется, все-таки делает. Болишь ли ты или кто-то чихнет на тебя рядом. Хоть какая-то защита-то есть. Не в рот тебе чихнут, а на маску. А в Китае без маски не разрешают выходить на улицу. Там все в масках на улице ходят. Так, сейчас мы развернемся. Вот здесь три аптеки, в одной из них я покупала спирт. Ну, людей все равно мало. Очень мало на улице. Ты знаешь, вот такое настроение какое-то. Аж хочется побаловать себя вкусняшкой какой-нибудь. Прям гадостью, мороженым, например. Так возьми вкусняшку в магазине. Так возьми, понимаешь? Жопа огромная скоро будет. Надо взвеситься. Да, потом уже будем сбрасывать это все. Это не так переводится. Сейчас самое главное избежать депрессии, понимаешь? Надо радовать себя хотя бы какими-то вкусняшками. Все, берем, мороженый. Да, я так считаю. Потому что депрессия не за горами. Она вас настигнет. Она уже так периодически посещает голову, да? Ее стараешься отгонять. Поэтому мороженый. С этим борешься. Поэтому, да. Если есть возможность взять какую-нибудь вкусняшку, надо ее взять, да. Вот тут я вижу салон. Чародилька закрыт. Стоматологическая клиника. Там дальше МФЦ. Все закрыто. Ну, открытые аптеки. Магазин Дары моря открыто. Продукты продают, аптеки работают. Ну, люди на улице есть в масках. А есть не в масках. Вот вышли люди за продуктами. Покупать себе что-нибудь. А сейчас мы едем по Шолохово. Это вот в сторону аэропорта бывшего. А, ну, в принципе, будущий аэропорт он тоже там. Но он уже за городом. Вот. А это у нас вот... Раньше дорога была в аэропорт. Тут вот самолет, памятник самолету там какой-то стоит. Вы видите? Самолетик. Ну, это вот какой-то парк авиаторов, да? Или как он называется. Не, ну, это вот называется парк авиаторов, по-моему. Просто тут нету никаких детских качелей. Просто как рощи. Я никогда там внутри не была бы, смотри, там аллеи. Ну, там аллеи, там просто прогуливаются. Я смотрю вот так просто. На велосипедах. Я смотрю вот так просто. Хоть пока пролетели в деревья, посмотреть, что там. Там просто аллеи. Я как-то была там давно уже. Аллеи все, там гуляют. Гуляют. Гуляют на велосипедах, катаются. И я еще. Дочка вышла в магазин за продуктами. Я попросила ее купить какие-нибудь вкусняшки. Вообще, на самом деле, я вот не зря обмолвилась по поводу депрессии. Потому что люди, которые особенно подвержены депрессии, даже я, насколько оптимистичный человек, да, но сидя дома, постоянно сидеть дома, это немножко как-то напрягает, знаете. Ну, вообще, вот эта вся обстановка, какая-то неизвестность, какая-то опасность, состояние тревоги, оно имеет место быть на самом деле. Поэтому, если у вас есть возможность хоть какой-то мелочью себя порадовать, порадуйте. Возьмите вкусность, даже если вы на диете, вкусняшку кукумыть, поешьте и все. Потом можно диету эту продолжить, когда это вот все немножечко уляжется, успокоится, и состояние тревоги пройдет. Это самое главное. Вот, поэтому я бы просила ее, чтобы она что-нибудь вкусненькое купила. Ну, какую-нибудь вредность, я не знаю, кексы какие-нибудь, печеньки, может быть там, не знаю, шоколадки, может быть даже тортик, мороженое, ну, неважно, что-нибудь. Что-нибудь вкусненького хочется. А мы с Дынечкой сидим и ждем мамочку. Дынечка там уже ерзает, да? Дын, сейчас мама придет, вкусняшечку какую-нибудь купит, да, чтобы мы покушали что-нибудь вкусненькое, да, зайка? Ну, вот мы вернулись домой, перемыли все фрукты, все пакеты, все-все перемыли, перетерли, продезинфицировали. Вообще, конечно, геморройное это занятие, честно говоря. Ну, а что делать? Приходится сейчас вот это такое неудобство создано у нас. Ну, мы не виноваты в этом. Но мы все стараемся соблюдать. Все, мы уже покушали, успокоились. И сейчас каждый занимается своим делом. Дочка села монтировать вам видео, Дынечка мультики смотрит, а я посмотрела, что уже нас снимало тоже много, и я решила это видео сейчас закрыть, для того, чтобы потом начать уже новое видео, а это побыстрее смонтировать и выложить вам, чтобы вы могли его увидеть. Всем желаю хорошего настроения. Сидите дома, берегите себя, своих близких и неблизких, все равно остальных людей. Потому что, честно говоря, вот выйдя на улицу, у меня такое было ощущение, что, наверное, каждый второй, наверное, носитель, если даже не каждый. Уже такое, знаете, вот есть такое внутреннее ощущение, подозрение, что каждый человек может быть носителем. Нужно от всех людей шарахаться, держаться, по крайней мере, на расстоянии. Все нужно дезинфицировать, все это нужно мыть. Но зато у нас появится теперь новая привычка часто мыть руки. А я их прямо мою часто, постоянно мою руки. Ну что, мои хорошие, на этом видео свое заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok